Следующий вопрос, говорит, какими качествами должен описываться тот, которому передают завещание ответственности. Говорит единогласное мнение, что если завещание ответственности оставлено мужчине, разумному, мусульманину, свободному, религиозному, то есть тому, кому можно доверять, то это завещание является действительным, по единогласному мнению. Говорит далее, но не является действительным завещание ответственности сумасшедшему, а также ребенку. И также нельзя оставлять ответственность такую неверующему, надмусульманину, то есть как бы передаешь, получается, опекунство неверующему, чтобы он обвекал мусульман. Говорит, это не разрешено. Без разногласий, который бы мы знали. Потому что, говорит, сумасшедший ребенок, почему нельзя им оставить завещание ответственности? Потому что они, говорит, не несут ответственность даже относительно своего имущества. Поэтому не могут быть вали, то есть не могут исполнять опекунство над имуществом других людей, тем более. А что касается неверующего, почему нельзя оставлять его? То потому что он не является опекуном над мусульманами. Верующий не имеет дороги над мусульманами. Так, вот этот вопрос пока понятен или нет? Значит, основа, какими описаниями должен описываться тот, кому оставляют завещание ответственности, он должен быть мужчиной разумным, мусульманином, свободным, религиозным. То есть тем, кому можно доверить. Если вот такое завещание оставлено вот такому человеку, то это является действительно ненагласным. Далее есть некоторые разногласия. Можно ли оставить завещание рабу или оставить завещание женщине и так далее. Это придет. Что касается сумасшедшего и ребенка, то есть тот, который противоречит разумному и взрослому мужчине, сумасшедший ребенок, то ему нельзя оставлять завещание. Почему? Потому что несумасшедший ребенок не управляет даже своим имуществом и не обладает опекунством даже над ним, не говоря уже о чужом и постороннем имуществе. Что касается неверующего, то он тоже не может быть опекуном. Почему? Потому что нельзя давать дорогу и опекуство и власть над мусульманами неверующему. Далее.